всем привет давайте попробуйте нарисовать до бумаги на следующее занятие изначально делим из бумаги на четыре части до 2 оси симметрии как обычно мы делаем потом упрощаемся по курине рисуем упрощенные формами рисуем первый бутон здесь рисуем что выше примерно примерно ставим закрытый бутон здесь будет на закрытый бутон и здесь посередине естественно опускаем палочку длинную ровную дальше вот на этой линии примерно делаем вот такой бутончик да тоже как полукругами рисуем и опускаем вниз опять палочку здесь у нас тоже будет чуть ниже вот середины листа еще один такой овальчик наклонная палочка такая стебель наклонный будет здесь у нас будет такой овал пошире здесь будет нас открытый бутон здесь будет сердцевинка у него так с этого бутончика тоже опускаем вниз палочку с этого тоже вот так вот делаем это наклонился совсем делаем еще один ну и здесь давайте тоже такой шарик сделаем здесь тоже будет раскрывшийся бутон с лепестками и тоже опускаем вниз палочку и давайте вот и после того как мы сделали карандашом такие обобщенные фигуры мы немножко делаем неровности то есть у нас лепестки и бутоны они не совсем ровные у маков да мы делаем такие неровности прорисовываем листья маг то такие вот волнистыми линиями небрежными делаем такие уже более естественная форма для цветка да то есть от геометрических форм уходим и делаем более так естественно и вот эти палочки которые мы сделали ровными надо их тоже немножко кривыми сделать чуть-чуть такие волнистые да немножко то есть тоже прямыми стебли абсолютно не будут реальности сначала мы сделали обобщенно чтобы было как бы нам проще понять форму немножко искривляем здесь искривляем слегка слегка слишком не кривите что просто были красивые естественные формы дальше дальше замешиваем красный теплый красный цвет оранжевым смешиваете что такой теплый теплый красновато оранжевый получился и начинаем самого верха заливает по этим неровным как бы местам акварелью прозрачно не толстым слоем то есть не гуашью рисуем да а таким прозрачным красивым слоем что бумага просвечивала побольше водичка но не слишком много воды истин что у вас все не растеклось лишнюю воду сразу убираем если вот такой подтек образовался убираем да потом берем черный цвет и вставляем пока у нас сырой мак вставляем сюда такую чуть-чуть да чуть-чуть буквально не перебарщим если потекло покраски сухой чистой кистью быстренько собрали вот так у нас получится 1 мак и все маки остальные примерно делаем также то есть все наши бутоны примерно заливаем таким же красно-оранжевым ярким цветом прозрачно и так продолжаем остальные дам пакетики ярким ярким таким красным немножко неровности и отдельные такие лепесточки уже делаем то есть изначально мы сделали овалы такие да сейчас немножко их разбиваем такие немножко неровные лепестки и также остальные сверху вниз заливка идет не снизу вверх дам помню и до самого не запускаемся пока у нас не просохла лишнюю воду убираем берем снова черный цвет и опять сердцевинку добавляем что по сыром немножко растеклось нужно именно по сыром пока не высохла только так у нас будет естественно можно ножка прожилочки добавить чуть-чуть здесь тоже и остальные цветы также можно немножко вливать красный в оранжевый что какие-то разные оттенки чуть-чуть получали такие неровности создаем лепестки и здесь и также лишнюю воду сразу убираем сухой чистой кистью убираем лишнюю воду чтобы нас никуда ничего не потекло не было полосок от которых вы переживаете так и переходим то же самое да везде делаем сердцевинку вот у этого цветка у нас сердцевинка уже раскрытый цветок убираем так вас тоже потечет убираем лишний цвет у этот этот цветка уже раскрытый поэтому сердцевинку у нас посередине так и здесь тоже добавляем черного черный рисуем прозрачно чтобы растекался то есть не надо рисовать толстым словом так что у вас все черно черно будет и теперь переходим к зеленому цвет берем такой темный зеленый красивый намешиваем красивый цвет зеленого такой немножко холодноватый можно делаем стебельки до делаем стебельки немножко неровные такие немножко волнистые чтобы было интересно красиво прям кончиком кисти не надо делать толстые это сделаем давайте пускай выделю вот он не раскрылся совсем таким образом делаем наши стебли ничего сложного но все это уже умеете не разделать немножко можно слегка затемнить чуть-чуть у основанию чуть-чуть более такой прям темно-зеленого добавить тем зеленый то есть чтоб стебельки у нас не везде были одинаково одинакового оттенка чуть-чуть потемнее мы делаем очень чуть-чуть так еще добавим чуть-чуть сюда листьев зеленым цветом добавляем такие остренькие вверх смотрящие немножко можно затемнить здесь местами побольше листочков как прям будет прозрачненько да не темным цветом и под конец еще можете смешать красный какой-нибудь бордовый даже с черным и чуть-чуть добавить темноты вот в этих местах тоже не жирно прозрачно просто немножко делаем для выразительности добавляем прям такие маковые пятнышки если уж совсем прямо делать красиво-красиво можно еще взять такой красно-бордовый немножко поделать вот такие пятнышки еще поверх до подсохшего слоя подсохшего именно не сырого сырой можно тоже попробовать но будет немножко вас растекаться немножко пятен так не да то есть неоднородность как будто листочек сквозь листочек проглядывает заканчиваем работу таким образом в принципе такая работа у вас примерно должна получить все пока